Мне одна девушка говорила мне, а зачем вы это делаете? А я объясняю, почему я это делаю, и почему мне никто за это дело не платит. Знаете, почему я это делаю? Так я беседую о чем? Вообще, вся суть сюжетов о верхнеуральском пиве – это вопрос о вашем лучшем качестве жизни. Потому что вас всех угнили, угваздали, ухрякали, учмохали, потому что уже нет нормального пива. А пиво-то было раньше. И давайте все-таки вернемся тогда, когда я это делал, когда у меня еще был свой ресторан «Советский Союз». Тогда, в принципе, да, но как бы вам сказать, я очень хорошо, у меня был хорошо раскручен, грамотно все дело красиво было. И тогда, и сегодня, и сейчас. Сегодня бесплатно, естественно. Почему? Бесплатно, потому что я хотел бы, чтобы вы все бросили пиво, потому что пива нет. Нет пива. Нет в природе своей. Вы не пьете. Вас убивают. Причем жестко. Или вы думали, что потом циррозы откуда не возникают. Да-да-да, потому что вы пьете говно. Нет, если вы будете пить хорошее, качественное пиво, сделанное в Верхнеуральском пивном заводе, про которое я буду неоднократно вам показывать, потому что это должно быть. Мы должны показывать что. Что. И вот давайте все-таки возникает у вас дивный-дивный-дивный-дивный вопрос. А сможет ли Верхнеуральск накормить город Магиттург? Сможет. Никаких проблем нет. Просто перестаньте всякое говно покупать. Что же касается нашего места. Где это место находится? В данном случае это у нас Вавилон. Карла Маркса 204. Справа, естественно, мы сюда опускаемся. В смысле, а мы немножко приподнимаемся. То есть это даже не первый этаж. Мы будем считать, что первый этаж. Потому что там все интересно, красиво. Здорово сделано, здорово сделано для тех, кто может покупать и получать удовольствие. Почему получение удовольствия? Мы сейчас немножко вернемся на круги свои. Потому что если вы будете это пиво пить, вы его и получите. То есть прямо передо мной сидит человек. Я здесь, знаете, сколько людей пообщался? Обратите внимание, просто я все сюжеты назвал так. The best world beer made in Верхнеуральск. Это по-английски, естественно. Хотя можете по-русски тоже это дело посмотреть. То есть у нас сюжетов очень-очень-очень много. Если вы, если вы, если вы там найдете пьяного человека, а вы его не найдете. Давайте все-таки определимся. Если бы я, допустим, зашел в другой магазин, где торгуют бурдемагой, ну я имею в виду спиртом, с примочками. Вот, понимаете, можно сделать красотищу. Да-да-да, какая красотища сейчас у вас есть? И почему? Вроде Кока-Кола бы и слиняла, а заводики-то свои оставила. Ну-ка, расскажите мне, почему? Почему за какой-то сраный литр воды, которая не отстаивается, ничего не делает, они получают охраненную прибыль? Это же выгода. И поэтому пьете соки добрые, в смысле, Кока-Колу добрые, Фанту добрые. Они никуда не уходят. Это выгода, охрененная выгода. И ровно такая же выгода, когда вы делаете пиво, потому что вам насрать на всех. И таких людей очень-очень много. Но не такой человек, кто завел в нашу жизнь верхневральское пиво. Вот ему не насрать на вас. Так что, вот когда вы покупаете это пиво, вы должны понимать лучшие отношения, ощущение изумительное. И оно есть, оно есть. Мы стараемся, чтобы вы пили лучший, качественный вариант. Как бы вам сказать, а лучший, качественный вариант, ему нужно много-то и не пить. Давайте все-таки определимся. Сейчас вам немножко объясню. Есть такое понятие количество алкоголя. Как правило, это должно быть небольшое количество алкоголя. Мужчина должен выпить, бывает, 50 грамм спирта в день. А это ориентировочно от литра до полутора литра. Больше вы не сможете выпить. Либо хороший стакан качественного вина. Ну, про водку это вообще отдельная тема. Вино еще можно поискать, но очень сложно. То есть, мы о чем говорим? О том, что качественных напитков в природе не существует. Единственное место, которое вам предлагает качественное пиво, качественное пиво, не всякое бурдемажное. Потому что я не понимаю. И уже, как бы вам сказать? Вы что делаете, а? Вы бизнес-ранники. Вы же продаете еду, блин. А с едой туда и добавляете всякое говно, блин. Да не надо делать этого. Еще раз вам говорю. Легко. Вот этот телефончик. Просто позвоните и все. Ну, не надо ушибать, твари вы. Я уже не знаю, как вам еще говорить. А люди, которые уже начинают понимать, они прекрасно знают, где нужно пиво пить. Вот в чем мой сюжет. И он будет. И он будет постоянно. А что еще нам не хватает? Нам не хватает общения. Нет у нас общения, понимаете? Либо у нас проблемы с жизнью. Почему мы перестали общаться, как нормальные человеки? Кто? Почему я не могу поговорить со своими друзьями? То есть семья, что ли, заколебала всех подряд? А не хочу и не буду. Я знаю, где. Я, конечно, живу в Ленинском районе. И до Судова мне доехать немножко далековато. Но, тем не менее, где мы находимся, мы рядышком с троечкой находимся. Переченье улицы Советская и 50 лет Магнитки. Вот здесь есть общение. Потому что именно при качественном удовольствии, а я имею в виду удовольствие от принятия настоящего... Не будем говорить вообще. Это единственный настоящий напиток. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда мы получаем это удовольствие, мы можем им делиться. Давайте определимся, сколько. Сколько вы там тратите, сколько вы здесь тратите. Ну, чтобы по деньгам это делалось все было так. По деньгам, по деньгам, по деньгам. А, да-да-да-да-да. Литр пива. 125 рублей. Ну, примерно. Плюс-минус туда-сюда. Два литра пива. Ну, вы же с другом можете поделиться. То есть сумма какая обойдется? Ну, какая пойдется? 300 рублей. 300 рублей. Вы спокойненько с другом. Выпив по две кружечки пивка, можете обсудить все, что хотите, и все, что душе угодно. Да, господа мои, это недорого. Это вообще недорого. Или, а-а-а, дивные конторы под названием шашлыч-мундрыч. Я, конечно, все понимаю. Ну, да как же? Вы же должны же заплатить 400 раз дороже, чем обыкновенный шашлык-то стоит. Ну, так платите и делайте это там. Я предпочитаю жить нормальной жизнью, где я получаю качество удовольствия. И, честно, я не собираюсь умирать от вашего дренного алкоголя, который везде продается. Лично моя такая жизнь. И вот они, те 6 сортов пива, но производится вообще-то на Верхнеуральском пивном заводе 8 сортов пива. То есть, вы понимаете, да? И когда мне сказки начинают стирать, почему настолько красиво-то все сделано, я объясняю. Если это было раньше, то раньше мы продавали только Жигулевское и Рижское. Было время, когда это было возможным делом. Но старый пивной завод, он, к сожалению, развалился. Причем развалили вы его, господа мои, Верхневральцы. За 5 лет вы его расхаботили по самой лохмоте. Да-да-да-да-да. К слову о том, что вы это можете почитать прямо здесь. Вот, пожалуйста, история Верхневральского пива варенья. Ради прикола прошли спокойненько, почитали и поняли, о чем у него речь. Но сегодня и сейчас мы говорим про больший вариант. Я не противник фон Бакана, но там тоже, как правило, там Жигулевское пиво, потому что это все-таки Самара. Самара хороший город, красивый, ровный. Если честно, из города Магнитогорска я бы перебрался во Владивостоков Самара. Да-да-да. Вот эти города мне нравятся. Но с другой стороны, город Магнитогорск очень даже неплох. И когда мне говорят, что у нас все плохо, я говорю, ребят, у нас совсем все неплохо. Мы не будем говорить про наши дороги, мы не будем говорить про шаговую доступность города Магнитогорска. Шаговая доступность города Магнитогорска. Вы хоть представляете, что можно было бы спокойненько за полтора часа дойти отсюда, ну, полтора-два часа, это максимум, до вокзала. Пешконтрапом, пешком. Я ходил, было бы время в свое-то. Да, были времена. Были времена и были нравы. Но это, в принципе, шаговая доступность. То есть вы прогуляетесь спокойненько, еще и жужжатся, полите. Да-да-да, это все в шаговой доступности. И здесь две точки, здешние две точки, это рядышком с лавелоном, и до сюда вы можете пройти напрямую, ну, метр, наверное, 500. Вряд ли больше. Это хорошо, потому что Рожжинский район стал максимально увеличиваться. И, если честно, вы не в курсе событий, то то, что сейчас, сейчас это одна третья часть завода, в смысле города, которое было запланировано. Не видели. И посмотрите внимательно, если это еще есть такая возможность. Но, но, и почему все-таки, когда мы говорим про Верхневральский пивной завод, то есть он переделывалось все от и до. Слово тома, вы можете посмотреть. Два моих сюжета говорит о нашем пиве, которое продается для вас в городе Магнитогорске. Два сюжета я вам показываю, как это все делается там. И чтобы человек, который мне сказал, ну, что сложновато, я говорю, нет, не сложновато. Верхневральский пивной завод может спокойно накормить любым пивом весь город Магнитогорск. И окрестности. В том числе. И вы представляете, да? Ну, чуть-чуть позже, да без разницы. То есть, 8 сортов пива будет. Естественно. Оно есть. Естественно. И очень даже хорошо, что наконец-таки мы начали давать люлей. А то один тот товарищ у нас, бзиканутый именно, под названием этот, хозяин ВТБ, сказал, что доллар может по 250 стоить. Я говорю, ты окстись, родимый. Я все понимаю. Ты жирный, толстый, отморозок. И вот когда нам показывают, да, вот жирный, толстый, отморозок, это вот хозяин такого банка. Нет, господа, мы этого делать не нужно. Мы живем для себя. Дайте нам возможность получать удовольствие. Дайте нам возможность получать качество. Или вы вот мне сказки рассказываете, что мы вам по телевизору внедряем. Балтика, она крутизна. Я честно, я честно, я честно, я очень честно говорю, что, как бы сказать, вот эти баулы, которые там показывают, в которых оно варится, ну, я не знаю, с моей точки зрения, чем меньше, чем вкуснее. А хотите многого? А пожалуйста. Сегодня хотим пройтись по Чехии, берем чешское пиво, завтра мы хотим съездить. Куда-куда? В Верхний Уральск. А давайте куда-нибудь проедемся из разряда Риги. А если я хочу Самару? Я хочу джигулябска пива. Пожалуйста. А ячменное? Ячменное, да? Вкуснота там, аромат совершенно другой. А ячменное пиво имеет совершенно другой аромат. Пожалуйста. Ну, кельтское тоже самое. То есть, вот это вращение. Я говорю, я знаю, потому что я это дело видел. Я был в тех местах. Я пробовал тамошнее пиво. Но когда я попробовал пиво здешнее, оно даже тамошнее, сказало, что-то вы там лажаете, господа, на месте. Ну, как немцы могут пить то пиво? Берите это пиво, заходите в любой магазин. К слову о том, что вы здесь можете и мясков всяческое вкуснейшее взять. Да, 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 и все. И вот это удовольствие. Я не буду говорить, что вы можете это делать дома, можете сюда прийти, компании, можете своих супруг взять в том числе. По одной простой причине. Пиво надо пить для удовольствия, а не упиваться, не ужираться им. Вот к чему мы вам говорим. Мы должны получать удовольствие, а не быть тупорылыми баранами. К слову о том, что именно для тупорылых баранов 90% телевизионного эфира даже больше предназначено. Итак, мы выбрали качественное пиво, качественное верхнеуральское пиво. Что можем сказать людям, которые недоезжают? Особо не любитель пива такого, но захотел, что-то зашел. Захотел, да? Да, выбрал печменную верхнеуральскую. Вполне нормальное пиво. Вполне нормальное пиво? Получше, чем всякое бутылочное, баночное. Как бы, ну, особо не нужно увлекаться, конечно, пиво, никогда. Охота, почему бы, нет. И мы знаем, где можно взять? Да. Ну, так спасибо можно сказать еще и тому, что нам конечно, можно спасибо сказать, хозяевам, как бы, обстановочка чистенько все будет. Можно и в нарды поиграть, в хоккей поболеть, как бы. Часто вижу, что в компании приходят, здесь люди. Хожу, когда домой смотрю, постоянно народ как бы с собой забирают. Можно порекомендовать. Подукция свежая, нормальная. Спасибо большое. Сейчас был такой вопрос, могу ли я врать? Не, я не буду врать. Это не мой жизненный принцип. Меня этому делу даже в школе не научили. Меня в школе научили показывать вам качество. Я вам говорю, что это качество, то, что находится за моей спиной. Мы находимся на Комсомольской 25. И давайте собрав воедино сделаем грамотный вариант. Даже здесь вы можете спокойненько отдохнуть. Это несложно, кстати, недорого, а места хватает. К слову, вот так делаются настоящие бары. Вот они в таком количестве. Никаких проблем. Есть и рыбка, есть орешки, есть чипсы, есть и мяско, есть и сыр. Ну, выбирайте, что вы будете. То есть, это даже больше удовольствия, чем просто бар. Во-первых, стильно, красиво, изумительно. Во-вторых, качество из той же опыры. Давайте все-таки подумаем о том, где вы будете употреблять качественный алкоголь, а какие места просто проходить мимо. Так вот, таких мест в городе всего три. Ну, может, кто-то еще скажет, но если кто-то скажет, и он мне по моему телефону, вы мой телефон должны знать, да? Ну, не знаете, в интернете, естественно. Я вам сейчас объясню. 8-951-470-0770. Ничего сложного нет. Позвоните. Если это будет у вас, если вы будете продавать бесплатно качественное, в смысле, для себя, естественно, для человеков качественное верхнеуральское пиво, вы просто мне позвоните, я и про вас сделаю бесплатный сюжет. Лоханулись? Вот вы будьте лохами, а я не буду лохом, потому что я не хочу, чтобы думали, что идет. Вообще, почему мне нравится зима, знаете, почему? Потому что у нас идет отражение. Отражение от чего? От снега, естественно. И, в принципе, можно даже не пытаться подсвечивать, потому что все равно вы видите, что и где и о чем. И давайте определимся с местом. Место это Комсомольская, 25. Место это то место, где за моей спиной продается одно из лучших пивов в мире. Настоящее верхневральское пиво. И все-таки мы говорим о наших дивных событийностях. то. Так вот, событийность главная в том, что если вы будете здесь использовать ваше удовольствие в количестве достаточно большом, а это 8 сортов пива, то, во-первых, несколько возникает проблем. Завтра вы будете спокойненькими и ровненькими без всякого выхлопа и ничего у вас не будет внедряться на обозвание как бы сказать-то сходить по крупненькому в туалет, потому что это лучший вариант пива. Лучший вариант пива и к слову о том, что в Магнитогорске есть, тут в принципе торговые точки примерно рядышком находятся, вот там, там и в этом доме чуть-чуть дальше. Но мы предлагаем вам зайти все-таки сюда, потому что я не хочу, чтобы вы друг друга и вообще травились.